Привет! Как себя чувствуешь? Хорошо. Как бы тренировался сегодня? Отлично. Все, отлично. Всем пока. А что, правда, ну что? А я помню, я серьезно думал, хорошо. Не-не-не, брат. Всем привет! С вами Евгений Морозов. И сегодня мы будем общаться с Ашировым Дурсуном. Дурсун является мастером спорта России по кикбоксингу, действующим чемпионом России по кикбоксингу. Дурсун? Всем привет! Меня зовут Аширов Дурсун. Я являюсь, как Женя сказал, мастером спорта России по кикбоксингу, 4-кратный чемпион Тверской области, 4-кратный чемпион Центрального федерального округа по кикбоксингу и чемпионом России 2020 года по кикбоксингу. Твой здесь, следующий. Занимаюсь и являюсь послением в федератский боксинг Тверской области. Помимо этого, также тренирую в федератский боксинг Тверской области и в детской юношкой спортивной школе лидером. Да, все, кто заинтересуется, может приходить к Дурсуну, заниматься. Все доступно, все открыто. Дурсун, а сколько у тебя всего боев в кикбоксинге? Ведешь ты подсчет? Честно говоря, точно подсчет не веду, но примерно 70-80 боев. 70-80 боев. Сколько из них в твоем поле закончилось? Где-то раз 15 я точно проиграл. Все остальные уйдал. Молодец, молодец. Дурсун, расскажи о себе, где ты рос, где учился? Я вырос в городе Тверг в 97-м году. Учился в 43-й школе. Далее у меня есть высшее образование. Окончил Тверсовый государственный университет, юридический факультет. Помимо этого, сейчас получаю второе высшее образование на экономическом факультете. Отслужил в армии. В прошлом году как раз вернулся, вернулся в спорт и выполнил поставленную цель, так сказать. Стал чемпионом России. Вот пример всесторонней гармонично развитой личности прямо перед нашими глазами. Дурсун, расскажи, а как ты попал в спорт? Кто тебя провел? Или это было твое решение? Нет, я в детстве был очень подвижным лапешком, но у меня случилось травма головы, смещение шести шейных позвонков. И мне запретили заниматься спортом. В какое-то время я никуда не мог пойти, ни в какую секцию. Но в один день пришел папа. У нас был сосед, мой друг Артем. Он занимался гикбоксингом как раз, также федератский гикбоксинг в Тверской области. И вот мы как-то начали вместе ходить, и с тех пор я остался в данном виде спорта. В 2011 году я прямо и пришел, и с тех пор, не пропуская, начал заниматься. С 13-14 лет, да? С 14 лет я начал заниматься. И перерыв у тебя только в армии был? И перерыв только годичный перерыв. А в армии? В армии? В армии. Культивировался? Да. Ко мне, слава богу, отнеслись очень хорошо. Командир роты очень дружелюбно встретил меня в связи с тем, что я спортсмен. Я помогал им, они помогали мне. И там я выступил на чемпионате воздушно-космических сил по армии с кукобашным бою. Также вышел в финал и стал кандидатом мастера спорта по армии с кукобашным бою. То есть помимо мастера спорта и кикбоксинга, я еще являюсь кандидатом мастера спорта по армии с кукобашным бою. Дурсун, ты высокоуровневый спортсмен, а расскажи о твоих достижениях жизни. Я знаю, ты женатый человек, у тебя есть семья. Если не секрет, расскажи, что можно. Я женат. У меня, слава Богу, и папа, и мама все живы-здоровы. И помимо этого, также в 2020 году в мае месяце у меня родился сын, который я назвал в честь отца. В принципе, поженился я как раз после армии в 2019 году. И в 2020 году у меня уже есть сын. На этом все. Я очень рад. Несмотря на строй раннего возраста, я считаю, что дети это очень хорошо. И я, честно говоря, рад, потому что в 2023 году у меня уже есть ребенок. Потому что мы будем вместе с ним гостеть. Я буду показывать то, чего я достиг, и будем вместе учиться. Тебя мотивирует? Конечно. Семья еще больше сейчас ставляет? Конечно, поддерживает, мотивирует, все как положено. Еще больше ответственности, и поэтому не расслабишься. Правильно? Да, конечно, конечно. Интересно, интересно. Расскажи, Дурсун, а как ты проводишь свободное время? Чем увлекаешься? Какие-либо хобби? Как проводишь досок свой? По утрам у меня тренировки. Далее я помогаю отцу по работе. Неделю-два раза играю футбол, и далее все свободное время от тренировок и от занятости по работе отца я провожу с друзьями. Ну, либо в семье, либо с друзьями. Гуляем, встречаемся, общаемся. Ну, ничего криминального, ничего запрещенного. Просто все в культурной компании, все как положено. Молодцы. А может быть, какие-то посещаешь культурные мероприятия, какие-то культурные центры, что-то такое? Честно говоря, особого времени нет на это. Вот я еще раз говорю, все время мы либо занимаемся спортом, либо я провожу в семье. То есть так особого времени гулять нет. А расскажи о своих планах курсов. Что ты так планируешь? Хочу основательно закрепиться в сбор в России, так и в боксе не был. Этот год у меня первый в составе сбора в России. Хочу, чтобы он был не последним, чтобы он был каждый раз с периодичностью, ну, постоянно, так сказать, чтобы я каждый год мог попадать в сбору в России. И изначально у меня была цель выполнить мастер спорта. Эту цель я выполнить, теперь дальше мастер спорта международный указ, если получится заслуженный мастер спорта. Если хватит здоровья, если Бог позволит. То есть, ну, основательно закрепиться в данном виде спорта достигнуть самых высоких целей. То есть ты сейчас ставишь акцент на любительский вид спорта или походному ты будешь? Ну, походному, если вы предложили, конечно, я был не против поступить по профессионалам. На данный момент у меня пока нет профессиональных боев. Но пока есть любители. Хочу там основательно закрепиться и уже, если получится, параллельно, конечно же, я не буду против выступить по профессионалам. А в этом году у тебя планируются какие-либо турниры? В этом году уже, скорее всего, нет. Должен был состояться в чемпионате Европы, но, видимо, он будет отменен в связи с коронавирусной инфекцией, в связи с пандемией. Пока это не точно, но, скорее всего, он отменится. И на данный момент, в 2020 году, больше порок не планируется. То есть чемпионат России я завершил этот год. Ну, не учебный год, так сказать, так как у нас это не является вечной сезонем. И мы беспределы, не взирая на Новый год, там будем заниматься дальше. И готовиться к новому турниру. Матрый Дурсун, в связи с вопросами о будущем, у меня будет фирменный вопрос в каждом интервью. Расскажи о своем гипотетическом переходе в ММА. Возможно ли это? Честно, на данный момент нет. Так как, я еще раз говорю, хотел бы закрепиться в данном виде спорта. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я не знаю, что будет завтра. Но на данный момент все мои цели связаны с гипоксингом. И я буду двигаться в этом направлении. А кулачный бой рассматриваешь? На данный момент тоже нет, так как мне пока кулаки нужны мои. Но это уже я не знаю. Ну, возможно ли это? Наверное, возможно. Я еще раз говорю, нельзя. Все возможно в этой жизни. Но на данный момент я являюсь членом состава сборной команды федерации бокса Тверской области. И буду двигаться в этом направлении. И блиц-опрос Дурсуну. Пять вопросов. Дурсун, гипотическая ситуация. Ты оказался на соревнованиях, подрался. И что ты будешь кушать между поединками? Банан или лаваш? Банан. Хорошо. Куда ты отдашь своего ребенка? На бокс или на борьбу? Скорее всего на бокс. Хорошо. Чему отдаешь предпочтение? Панчу или кику? Кику. Удар. Имеется в виду. Удар на ногами. Хорошо. Что ты выберешь? Кутап с мясом или кутап с зеленью? С мясом. Мяс я люблю больше. Хорошо. И в связи с этим главный вопрос. Дурсун, что ты выберешь? Тяжелый вес или полутяжелый? Полутяжелый. Вот так. Согнать я всегда успею. Полутяжелый. Точнее набрать я всегда успею, а согнать я всегда полутяжелый. Так что полутяжелый. Да. Итак, с нами был Аширов Дурсун. Спасибо большое. Вот такое простое интервью с простым, хорошим, скромным парнем. Таких у нас в городе много, поэтому смотрите. Это настоящие примеры для всех нас. Взаимно. Спасибо. Очень рад, что мы с тобой провели. Спасибо большое. Спасибо. Вот таким получилось наше общение с Дурсуном. И совсем скоро выйдет видео, в котором Дурсун покажет свои любимые удары. С вас лайк и подписка. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.